Избавить от рака кожи за один день. В отделении хирургии и онкологии Республиканская клиническая больница впервые применили новое средство лечения в рамках дня открытых дверей. Пациенты с диагнозом рака кожи получили высококвалифицированную помощь специалистов с применением фотодинамической процедуры. Расскажет Алина Багилова. В течение многих лет рак по всему миру занимает первые места в структуре онкологической заболеваемости и смертности. Ежегодно в Дагестане регистрируют более 5000 человек с подобным диагнозом. Лидирующим среди злокачественных новообразований является рак кожи. Современную методику по его лечению фотодинамическую терапию внедрили в Республиканская больница. Чрезвычайно эффективен этот метод при лечении каких-то неоплазий или предраковых состояний или в самом начале заболевания рака шейки матки. Вообще в гинекологических, при раке органов малого таза. Также имеется очень хороший эффект при лечении рака желудка, начальной стадии рака желудка. Но при этом всегда нужно понимать, что фотодинамическую терапию нужно рассматривать как вспомогательную терапию. Редко когда она является окончательным и самостоятельным единственным методом лечения рака. Вот именно при раке кожи как раз это тот самый случай, когда фотодинамическая терапия является самостоятельным методом лечения этого заболевания. По словам специалистов, сама процедура абсолютно безболезненная. Терапия проводится в два этапа. Сначала в организм внутривенно вводится вещество, которое в течение двух часов накапливается в опухолях гораздо в большем количестве, чем в здоровой ткани. После чего новообразование облучается лазером. В результате патохимической реакции раковые клетки погибают. Преимущество терапии в том, что лазеры разрушают исключительно злокачественные новообразования, не затрагивая здоровые клетки. После лечения на коже не остаются шрамы и рубцы. Такой метод прекрасно справляется с опухолями, расположенными в труднодоступных зонах. Спокойно лежите, расслабьтесь, расслабьтесь. Кулаки не надо, спокойно. Например, в ушных раковинах, на крыльях носа и в уголках глаз, как у данной пациентки. В интернете посмотрела этот метод, прочитала, проконсультировала с врачом в Москве, который лечащий. Он одобрил, сказал, хороший метод. Думаю, хуже не будет. Фотодинамическая диагностика позволяет в том числе и диагностировать, рак это или нет. Вот в чем ценность этой методики. Нет необходимости брать биопсию в некоторых случаях. Сейчас самое благодатное время, не короткие, под солнцем, и мы же не летом этим занимаем. Когда в онкологии влавствовал скальпель, она уходит и приходят не менее эффективные, альтернативные методы, когда людей можно избавить от каких-то хирургических манипуляций. Алина Багила, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала.